Слушайте, чем больше сталкиваюсь с нашей действительностью, тем чаще задаюсь вопросом, какой фашизм мы победили, когда. Кадры, которые покажу вам дальше, они красноречивее любой сказки о победе. Аэропорт Внуково, Москва, 2021 год уже. Один из пассажиров, прилетевших из Екатеринбурга, снял с себя маску в самолете. Бортпроводники, видимо, доложили об этом на землю. В порту пассажиров встречал целый наряд гестаповцев, простите, полицейских, конечно же. Потребовали подписать протокол об административном правонарушении. Человек отказался, ссылаясь на то, что ношение маски – это его право, а не обязанности. Вообще масочный режим носит рекомендательный характер, и посему состава нарушения в данном случае просто нет. Что было дальше? Смотрите. Я не могу на коленке писать, понимаете? Чего вы на меня орете? Я громко говорю, чтобы слышно было через маску. Меня, пожалуйста, не орите на меня. Я не ору на вас. Вот вы не орите. Я голос получаю, для того, чтобы слышно было через маску. Настойку идем. Дежурную часть, сейчас на руснике еще надели. Да, это все видели. Забирайте законно, ребят. Давайте здесь фоним. Не-не-не, пойдем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я, если честно, не понимаю, что должно быть в головах у людей, чтобы вот с такой ненавистью относиться к человеку. К тому же незнакомому им лично этот мужик не сделал ничего плохого за что. Даже если допустить, что полицаи в силу своей юридической безграмотности действительно уверены. Будь то чел совершил правонарушение, оно что настолько ужасно? Его избили как бешеную собаку, зачитаю, душили, ударили головой о пол, а после еще и уголовную статью прикрутили хулиганство. Ребят, а ведь в обычной жизни эти звери в форме, это ваши соседи, это ваши друзья, с которыми вы несколько дней назад встречали новый год. Возможно, твой ребенок учится в одном классе с их детьми, для тебя они мама Саши Петрова или там папа Леночки Васиной. Что с ними не так на этих кадрах? Почему как только уроды надевают на себя полицейскую форму, они превращаются в уродов? Хотя, похоже, я знаю ответ на данный вопрос. Но об этом чуть дальше. Начинаем! Кто-то из вас уже в курсе этой истории, но я бы вам, друзья, предложил еще раз ее послушать, а заодно посмотреть на случившееся по-новому. Итак, Нижегородская область, Гагинский район, там против жителя села Зверево возбудили уголовное дело, теперь человеку грозит до 7 лет лишения свободы. 7 лет, господа, вдумайтесь. А какое же преступление совершил селянин? Наверное, что-то ужасное убил, изнасиловал, террористам помог. Да нет. По сути, ничего противозаконного этот человек не делал, просто пошел в лес за дровами. Надо сказать, что накануне была страшная буря, и вот ветром повалило деревья, с корнем вырвало. Дядька, значит, эти деревья распилил, привез домой, ну, валежник же нам разрешили собирать. Собрал, блин, на свою голову, сейчас обвиняется в незаконной вырубке и хищениях. Уголовка со сроком маячит, плюс штраф в 3 миллиона. Это полежник, и это видно, что деревья валяются, и их тут всего скорее свалило ветром. Его видно даже вон, весь, даже верхушки поломало. И с той стороны есть, и все они лежат в одну сторону. Я отпилил, сколько мне нужно, и вывез, и возил домой. Поводом для возбуждения дела стала жалоба местного лесничего, причем сам лесничий факта рубки не видел. Он просто узрел распиленные стволы возле дома обвиняемого. Следователям этого оказалось достаточно. Мужика назначили злодеем, и дело раскрыто, готовятся к передаче в суд. Я подал заявление в полицию, как ведущий специалист. И полиция по этому поводу приняла решение. Не я принимаю решение, полиция принимает решение. Потом я с полицией к вам приезжал. Да, у вас этот лес лежал. Возле, ну что, что вы хотите? Привези сюда прокол. Что вы хотите? На кого протокол ты составлен? Да не протокол, там возбуждение уголовных дел. То есть вы понимаете всю абсурдность ситуации? Следователи не лесникам вопросы задают, мол, как вы так ухаживаете за лесом, что у вас деревья вырывают с корнем, и потом эти деревья валяются в лесу месяцами? Нет, зачем? Они ту покрайнего назначили. И привет родителям. О, давайте изобразим видимость бурной деятельности. Это место совершения правонарушения. Прибыли уже нельзя пилить деревья. Там только собирается древесина с поверхности земли. Вот эта древесина лежит около дома. Эта древесина разве является валежной? Это пиловочник. Товарная древесина. Хорошего качества. Что он взял, это ликвидная древесина. Однозначно хищение. А, ну вот и ответ. Эти ж стволы можно было продать, оказывается. Хотя могли изгнить, конечно, что чаще всего случается. Но теоретически они ведь могут быть товаром. Значит, точно похитил их подсудимый. Меня другое поражает. Вот этим негодяям, чинушам местным, бездельникам, лесникам. Им-то какая с того радость, если этого человека посадят. Просто так, ни за что, какую выгоду данные нелюди для себя поимеют. Лично для себя, я имею ввиду, грамоту получат. И что они с этой грамотой делать станут? Подотрутся ей. Я действительно не врубаюсь. Зачем негодяи хотят сломать жизнь земляку? Ради какой цели? Вот действительно, моральные уроды, мерзавцы. Это реальная журналистика. Поехали! Кстати, это уже не первый случай, когда в Гагенском районе возбуждают такие вот кривые дела. Несколько лет назад там же судили двух деревенских пенсионеров, старика и старуху, за внимание торговлю наркотиками. Короче, у них в огороде. На грядках вылез дикорастущий мак, несколько цветочков всего дела завели. Довели до суда. Старикам пришлось продать корову, дабы нанять адвоката, журналистов подключили. В итоге дело, конечно, замяли, но сколько крови-то у людей тогда выпили. И опять же, ради чего? Всю жизнь проработала в сельской местности, кров доила. Вон руки-то какие, кривые. Все пальцы кривые. Вот дойки. И нигде я ничего не нарушала. Нигде. Привлекли к милиции таскать меня, что я наркотики этот, разбожу. К слову, а ведь перед теми пенсионерами, которых чуть не посадили за наркоторговлю по выдуманному обвинению, до сих пор никто не извинился. Виновных тоже не наказали. Ребятишки продолжают служить родине и жиешет дела на своих земляков. Ответьте мне кто-нибудь. Что за праздник 9 мая мы отвечаем, не знаете? И какая, кстати, у нас сегодня национальная идея? Ненависть к окружающим. А оно ведь на уровне государства культивируется. Кругом враги и сволочи обязан. Всех их ненавидеть. Как Иисуса на доску бьявления прибили. Один прибивал, двое держал. Детям, маленьким деткам в 3-4 классе учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы, и всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь – это птица, символизирующая клятву Россию. Основной продукт, который производят российские телеканалы – это ненависть. Теперь посмотрите на уровень деградации россиян, на то, как поэтапно люди деградируют, благо сейчас есть с чем сравнивать. Сперва ура-патриоты начали искренне ненавидеть иллюзорного врага, ну там Америку проклятую, украбандеровцев и так далее. То есть врага, но обезличенного. Затем у врага стали проступать конкретные черты, появились имена и фамилии. Навальный стал врагом для деградантов, например. Музыкант Макаревич, артист Серебряков и даже я и мои коллеги. Почему деграданты считают нас вот этими самыми врагами, они объяснить не в состоянии, но враги мы для них и все. И они по-настоящему, повторюсь, нас ненавидят, готовы даже задушить. Идите, сука! Заходите, заходите в подъезд, я здесь живу. У тебя ничего, маски нету! Ну и что? Все, пошло вон! Идите, сходите! У нас масочный! У нас масочный! Ты приехала? Я здесь! А вот сейчас мы наблюдаем следующий этап, когда враг для опущенца – это любой, кто на него не похож или не разделяет его взглядов. Не нравится человеку Путин – он враг и предатель. Не носит маску в морду ему за это под громогласные аплодисменты безмозглых шакалов. Не молишься ты их Богу или другой веры вообще упырь. И с такими они готовы расправляться в прямом смысле. Я, кстати, более озлобленных людей, чем те, кто называют себя глубоко верующими, не встречал. А в конечном итоге вот – на людей с кулаками бросаемся в аэропорту, в тюрьму, готовы упечь. Просто ни за что ненависть уже к помешательству приводить начала. От имени всего народа России заявляем тебе, Трамп, мы ненавидим тебя, мы ненавидим твою политику, так как ты ненавидишь свой народ. Кстати уж, коль скоро суды добрым словом помянул наши, знаете, самому приходилось бывать в суде в качестве ответчика. И вот что меня поразило. Не удивило, нет, но поразило. А у нас, если ты окажешься в суде в этом качестве, в качестве ответчика, повторюсь, ты уже априори не прав, даже если тебя обвиняют в убийстве Кеннеди и Юлия Цезаря. Любое самое бредовое обвинение делает тебя виновным безоговорочно. Что еще позабавило? Знаете, вот в фильмах часто показывают каких-нибудь бандюганов наглых, и они там с ухмылкой на лице говорят, а ты докажи, начальник. В жизни все не так. В путинском суде человеку самому приходится доказывать свою невиновность. То есть не обвинение доказывает вашу вину, а вы свою невиновность. И что страшнее всего, данное извращение тоже принимается обществом. Люди почему-то не хотят думать о том, что завтра и с ними точно так же могут поступить. А впрочем, к кому я это говорю? Вот вы меня часто спрашиваете, а зачем ты все это делаешь? Какова цель этих твоих эфиров, программ? Че ты все время нам настроение портишь своим негативом? А мне просто не нравится. Что моих соотечественников превращают в дебилов, в деградантов и опущенцев. Мне не по душе, что великий народ с великой историей все больше начинает напоминать стаю диких, безмозглых, зашуганных шавок, у которых нет элементарного чувства собственного достоинства. Ну вот, посмотрите. Севастополь. Салат оливье. Людям бесплатно раздают. Вот у вас какие чувства эти кадры вызывают? Да неужели же чувства гордости? Вот так может выглядеть представитель великой нации. Да род победитель в самой страшной войне в истории человечества. Разве может нормальный человек так унижаться за тарелку салата, а потом бить себя кулаком в грудь и кричать? Мы спасли мир от фашистов. Вот они что ли спасли? Себя спастить не могут, опустились ниже некуда. Спасатели, блин. Так вот мне оно претит. Мне от этого противно и мерзко. Я не хочу жить в таком обществе. Я хочу жить среди людей. Как там было у Горького? Человек, это звучит гордо. А не вспомните заодно, как та пьеса называлась? На дне. Так вот мы на дне. Повторюсь, ниже некуда. Это уже днище. Давайте проснемся что ли. И задумаемся. А впрочем, как говорит один мой коллега, вам решать быть или... Все. Это была реальная журналистика. С удовольствием жду вас на наших обоих каналах. И на втором тоже. Подпишитесь и туда, и сюда. В соцсети тоже. Добро пожаловать и пожаловаться. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok